Всем драма и ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, наилмастерская Чеширский Кот и у меня для вас интересная новинка в огромном количестве от торговой марки СКОКОМ. Сегодня в трансляции мы будем прямо свинствовать, как всегда бывает, когда мы наносим хлопушки и юки разного помола. Ну что, мне уже не терпится, поехали! Итак, девчонки, я хочу начать с новинки, которая появилась у торговой марки СКОКОМ. Это голографические хлопья СКОКОМО. По граммовку у них 0,5 граммов. По ценам я вас, к сожалению, сориентировать не могу, но могу вам рассказать, что это за зверь. Девочки, это ультра-тонкие золото-голографические хлопушки. У них есть только один метод нанесения. Это нанесение на безлипкость и будем удобным для вас способом. По той простой причине, что данная голография на липкий слой втирается очень грязно. Но вы можете поэкспериментировать, вам никто не мешает. Как еще, если говорить, в баночке 0,5 грамма, как вы видите, это очень большая хлопушная субстанция. Это, естественно, летучая, естественно, она, если прилипнет к вашим ногтям, то значит, она прилипнет фактически на совсем, пока вы не воспользуетесь. То есть, для снятия липкого слоя. И наносится она на бездисперсию, на горячую. Мы сейчас будем использовать ее в двух вариантах. На бездисперсию полностью, бездисперсию градиентом. И на подложку золотого цвета, цвет в цвет. Я буду использовать топ гель Текрис. Это паучуковый топ, которым я обычно привыкла делать втирки. Буду наносить по одному. Так как пигмент заразенный, летучий, работать с ним надо аккуратно. Я ступила, сделала сразу, как бы вам выкраску на трех типсах. Не надо было этого делать по той простой причине, что я сейчас все могу замазать. И просушиваю в гибридной лампе 30 секунд. Готовлю салфеточку. И готовлю наш пигмент. Этот пигмент очень мокрый, хлопушный и летучий. И вы должны это учитывать при работе на клиенте. Нанесение у него должно быть очень мягкое. Это потом уже в процессе того, как вы будете его натирать, вы можете его растереть. Но изначально не продирайте ни пальцем, ни аппликатором данную консистенцию. Лучше, но у вас помотали. Просохло. Наносим. Причем я накидывала, девочки. Я наметываю. Как вы видите, они ложатся чистыми-чистыми хлопьями. Очень полное заполнение. Они больше похожи на мокрую слюду. Я накидала. И вот теперь, пока дисперсия не остыла, я обезжиренным пальцем его затираю. Имейте в виду, девочки, лучше использовать для затирки только каучуковые топы без липкого слоя. Потому что только они способны держать тепло. И на них лучше всего затирается. Как вы видите, пигмент тяжелый. Он падает, но он летуч. Чем больше вы будете натирать пальчик клиента, можете использовать возле кутикулы силиконовые шпатели. Тем бомбичнее будет у вас итог. Давайте я сейчас нанесу и сделаем градиент. Градиент данной штукой делать очень тяжело, девочки. Поскольку этот пигмент очень, знаете, он маслянистый. И использовать его надо минимальное количество. Иначе вы разотрете все это по всему ногтю клиента. Посушили. И делаем градиент. На стеке сейчас фактически пигмента нет. И я призываю тех, кто хочет данной субстанцией делать градиент, на стек много не набирать. Набирать чуть-чуточку, потому что иначе разносить, то его забодаетесь. А если у вас еще и быстро стынущий топ, то это вообще будут вилы, девочки. И тянем. Повторно его можно так же наносить. Но лучше использовать топа, который не так быстро стынет. Вот так. И сейчас я нанесу его на золотую подложечку. Цвет в цвет. Старайтесь все хлопья юки, если вам интересно, наносить обязательно на цвет в цвет. На черном, конечно же, все хлопья юки выглядят самым бомбичным образом. Ну, а вдруг черный закончился. Значит, берите тон в тон. И теперь разносим данного зверя по подложке. Расход, как и у любых фигментов юг, у него минимален. Эффект максимален. И растираете. Он и стеком прекрасно растирается. Кто не любит работать руками. Ну, я обычно стеком прохожусь только возле кутикулы. А потом уже затирку основной поверхности делаю пальцем. Потому что пальцем вы больше чувствуете, где у вас затертая эта хлопушка, а где она не затертая. Вот так. Давайте сейчас уберем остатки. Я покрою сейчас топом. Закрытие данного пигмента будет происходить так же, как и любого пигмента на безлипкость. Бафим торцы. Наносим бескислотник обязательно, перекрывая торец, чтобы у вас была там дополнительная сцепка. Наносите базу и потом покрываете топом. Обязательно базой закрыть торцы. Если вы закрываете торцы базы, то топом уже закрывать торцы не обязательно. Ктирка будет стоять. Мне он очень нравится на черной подложке, но и на золотой он тоже выглядит прям бомбично. Напоминаю, первый типсик у нас черная без дисперсия. Второй градиент без дисперсии черная. И третий – это без дисперсия золотой цвет. И теперь я хочу вам показать коллекцию с 15 оттенков. Это коллекция под маркировкой MS. Всего в коллекции 15 цветов. Коллекция насчитывает разнопланового вида юки. Здесь есть как и мелко хлопушные, так и крупно хлопушные. Здесь есть потальные оттенки. Это сейчас оттенок 01. Его мы будем сейчас с вами один нанесем также на без дисперсию. Черную без дисперсию градиент и без дисперсию цвет в цвет. А остальные я уже просто вам покажу, как они выглядят и дам комментарии. Как выглядит это создание, с чем его едят и какое оно потрясабельное. Первый оттенок – это серебро. Чистое серебро. Здесь хлопья среднего помола. Давайте их нанесем. Наносить я также буду на без дисперсию геля Теклес. Очень важно при затирке таких пигментов соблюдайте правильную архитектуру ногтя и ровное покрытие без ябрызвен канав и мусора. Эти хлопушки наливаю очень быстро. Я также сначала их наметываю возле кутикулы. Я прохожусь отдельно стеком, потому что так лучше затирается. Они уже не магнитцы, как предыдущие хлопья, которые я вам показывала. Это было очень смешно. И теперь я дотираю дальше пальцем. На темную подложку все эти юки затираются молниеносно и моментально. Чем лучше вы их вотрете, тем лучше у вас эффект будет. Некоторые из них оставляют ярко выраженные хлопья. Некоторые затираются фактически в пигмент. Летучие аки-собаки, грязнючий палец аки-собаки, но имеют бомбичнейший вид. Далее мы сейчас с вами нанесем для градиента. Однерка из-за того, что вне средний помол затирается быстро, но недостаточно ровно. Есть среди эскакомых такие пигменты, которые затираются намного ровнее. Делаем градиент по той же схеме. Девочки, самое главное при работе с данными хлопьями ни в коем случае не чихать. Иначе красавцы будут все. И стол, и стул, и клиентка, и вы. И я после работы с данными пигментами, пока вам типсы готовила, я находила эти хлопушки в самых удивительных местах. И своего стола, и своего организма. Да, причем в градиенте вы можете затирать это как раз таки стеком. Это очень удобно до той поры, пока вам надо. И теперь их же нанесем на белую подложку, потому что чисто серебряного меню нету. Я буду наносить на белую. В основном эти пигменты, они, конечно, забивают полностью подложку. Наметываем. Здесь очень большие хлопушки, поэтому равномерного распределения, судя по всему, не добиться. Потому что все такие больших хлопушные, надо страховать подложкой цвет в цвет. Да, видите, я просто наметываю в педру лучших конжек, он же палец. И просто растираю. Подложка становится неоднородной. Эту подложку белую серый грязнит, конечно же, серебро. Но при этом потрясающий эффект гарантированно. Знаете, как леопардовая такая шкурка. Сделали. Я сейчас покрою топом и вам покажу, что у нас получилось. Какая красота. Смотрите, какая прелесть. Теперь я хочу вам показать МС-002. Девочки, это желтое золото. Пипец, какое яркое. Помола так же, как и единичка. Я его наносила на типс, на бежевый оттенок, на черный без дисперсии и градиент без дисперсии. Втирается потрясающе, очень мягко, мне очень понравилось. Вот такая красота. Цвет, девочки, МС-003. Это потрясающая убийца веником однотонная зелень. Хлопушки среднего и мелкого помола. Выглядят они вот так. Я их наносила на 106-й Нейл Репаблик с корговой маркой Нейл Репаблик. Мы с вами познакомимся очень подробно. Потому что Нейл Репаблик попросили на все 74 цвета снять обзоры. Поэтому мы с вами будем это делать. Вот так вот выглядит МС-003. Дальше я вам хочу показать прямо чеширско-бомбично нереальственный МС-004. Это кроваво-красный. Он просто дольственно нереальственный. Он убийца веником, как смотрится в градиенте. Он потрясающе задирается на черную без дисперсию. Супер вещь. Мне очень понравилось. Красный я под него использовала 205-й Нейл Репаблик. Следующий красавец. Реально, девочки, они все красивые. Выбрать невозможно. МС-005. Девочки, это нереальственная. Убийца веником в выпаде просто моих глазах. Это фуксия. Она нереальная, девочки. Она горит и сверкает. Подложку к ней я использовала Нейл Репаблик 155. Они среднехлопушные, так же, как и единица. Под номером у нас МС-006. Девочки, это самые крупные хлопья. Это поталь с серебряным подтоном. Здесь хлопушки очень-очень крупные, девочки. Но они мягче всего затираются до идеала. Работать ими одно удовольствие. Я использовала под него белую подложку. Белую подложку он, естественно, грязнит. Но потрясабельность его на черном и на градиенте просто неоспорима. Обожаю. Можете меня пинать. Это МС-007. Девочки, это мельче помолчимую МС-01. Это синяя индиго. Затирается потрясающий эффект молниеносный. Глаз радует до безумия. Крямушка любит. На градиенте я под него использовала 104 Нейл Репаблик. Это темный витражный синий цвет. МС-8. Девочки, это охра большихлопушная охра. Самые большие, конечно, хлопушки в шестерке. Но вот в восьмерке, они средней большины, они тоже прекрасно затираются. Затираются гладко и фактурно. Вот так вот выглядит всей красавице. А вот теперь, девочки, держите свои глаза. Дальше пойдут миксы хлопьев. Первый микс это 0,9. Девочки, это просто убийца веником. Чеширительная рубинова. Золотая красотища. Она играет, она сверкает. Девочки, я могу о ней рассказывать бесконечно. Потому что это просто вау. Я еще нигде такого не видела. А сама голова своей не додумалась. Выглядит она просто по-королевски. Хотите ее под матовый топ кладите. Хотите, делайте, что хотите. Девочки, это просто бомба. Десять. Это содержание серебра и золотосеребряной потали. Они меньше по помолу, чем первая. А уж наносится, девочки, просто неравиственно. Даже на такой, знаете, на подложку слегка кремовую затерлась потрясающе. Эффект текстурирования MS-11. Он умрачительно синий-серебристый микс. Он выглядит, как, знаете, звездное небо. Также можно его использовать под матовый топ, как хотите. Или по мокрой дисперсии. Убийца веником MS-12. Это микс мадженты с золотом и с серебром. Посмотрите, какая красота. Здесь я в подложку использовала Naila Republic 155. Красавец, который тоже не оставил меня равнодушным, девочки. Это MS-13. Это рубин с серебром. Все миксы очень мягкие в нанесении. Просто безумно мягкие в нанесении, девочки. Посмотрите, он выглядит, как новогодняя обертка на подарок. Здесь я использовала красный NR-205. В подложку цвет в цвет. MS-14. Девочки, это очень теплая, приглушенная зелень с серебром. На типсах 14-й выглядит просто, знаете, как мишура, девочки. Как реальная мишура на Новый год. Эти миксы переплетаются между собой. Два цвета дают потрясающий эффект. И последний красавец, девочки, это как раз тот цвет, который любят все наши клиентки. Это не мадженты, это серебро с достаточно более холодным розовым фактоном в миксе. Выглядит он просто дурственно, нереальственно. В подложке здесь NR-054. Девочки, пастельный оттенок. И он его забил, как вы видите. Хлопушки очень пигментированы, хорошо разносятся. Работайте с ними без дисперсии. Ну вот, мои ногтевые феечки. Сегодня мы с вами немножечко покрямо свинствовали. Новинка торговой марки Esco.com. Хлопушки, юки и миксы хлопушек. На самом деле, потрясающие звери. Но все равно выбирать вам. Мои пределегативы вы знаете. Я по поводу синих и зеленых цветов вообще неадекватный человек. Ссылку, где купить, оставлю в боксе под видео. Напишите мне под этим роликом, а какие цвета ваши любимчики. И нравится ли вообще вам торговая марка Esco.com. А на данный момент у меня все. С вами была Юлия Лапшина. Наилл Мастерская Тишевский Кот. Ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Будет много интересных видео. Всем для меня. Мои ногтевые феечки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok